Привет, друзья! Коротенькое видео, сегодня еду пока от доктора, друга своего, о своей тупости расскажу. Я всегда учу вас, да, что нужно быть аккуратным, нужно подходить к своему здоровью в первую очередь. Даже если вы тренируетесь, то тренироваться нужно в первую очередь ради сохранения, улучшения здоровья. И, казалось бы, я тоже придерживаюсь этих всех правил, и мне уже 43-й год идет все-таки, но все равно тоже туплю. Особенно, вы знаете, я не скрываю, я сейчас на дополнительном топливе немножечко. Естественно, повышается еще больше мотивация, зашкаливает. Не знаю только, откуда она у меня берется, уже почти 30 лет таскаю железки. О чем речь? Надорвал немножечко грудную мышцу, ближе именно к сухожилию. Как получилось? И из-за чего это получилось? Ну, если анализировать и быть откровенным, то, скорее всего, это именно из-за того, от чего я вас всегда предостерегаю. Другими словами, не успеваю восстанавливаться, слишком частые тренировки. Естественно, мышцы отдыхают и восстанавливаются у нас быстрее, чем связки, извините, чем сухожилия. Я думаю, вы понимаете, да, что такое связка, что такое сухожилие. Связка соединяет кости между собой, а сухожилие это то, с помощью чего мышца крепится к кости. Так вот, вы видели, я выкладывал тренировку коротенькую на спину и на грудные мышцы, когда я делал тягу, а после подтягивался и чередовал подход отжимания от брусьев. Вы этого не заметили на видео, я продолжал тренироваться, но, когда я уже сделал хорошую разминку, сделал становую тягу, подтянулся и даже уже отжался один раз от брусьев, на втором подходе, когда я отжимался, где-то на седьмом повторении, как всегда я вам и говорил, на негативной фазе, я почувствовал вот этот легкий такой характерный разрыв, как будто газетки. Но, слава богу, мышца не оторвалась, вообще не разорвалась. И, на самом деле, синяк-то небольшой, две такие кровавые линии, но я все-таки два дня еще после этого постоянно использовал лед, по 30 минут замораживал мышцу, чтобы воспаление сильно не распространялось. Так что, друзья, вот такая вот ерунда. Но я могу отжиматься от брусьев на 6-7 повторений, где-то с 80 килограммами дополнительно. И эта тренировка, которую я вам показывал, была, в принципе, легкой, потому что я отжимался только собственным весом. Ну, там, цепь в 5 килограмм накинул во втором подходе, но это ни о чем. Но вторая ошибка, которая была, я уже посчитал, что я очень хорошо разогрет, и я в первом же подходе сделал на брусьях 40 повторений. Вот не нужно было этого делать. Нужно все-таки все равно более плавно подходить к подходам, к первым подходам. Поэтому, друзья, пусть это тоже будет и мне уроком очередным, и вам предостережением. Всегда-всегда очень грамотно подходите к вашим рабочим подходам. Даже если тренировка легкая, видите, мозг расслаблен, концентрация не та, думаешь, работа будет такая, посредственная, но все равно рискуем, рискуем всегда. Поэтому, друзья, не перетренировывайтесь. Лучшее в нашем спорте, если кто-то считает это спортом, в нашем занятии, немножечко не доработать, чем переработать. Потому что вот не знаю, насколько вот меня теперь выбило это из реального, серьезного теперь тренинга на грудные мышцы. Естественно, я буду делать упражнения, буду тренироваться в дозированной нагрузке, с доступными весами. Но из-за того, что делал часто тренировки, не давал достаточно отдыха, видите, организм меня так наказал, если можно сказать. А точнее, предупредил. Нужно быть очень внимательным, реагировать на все эти сигналы организма. Тем более, последние недели были такими напряженными с психологической точки зрения. И с физической, все-таки нужно было больше отдыхать. А я, как вы видите, торопился, торопился, как в 16-18 лет. Ну что, друзья, буду умнее. Надеюсь, и вы тоже извлечете из этого урок. Пишите в комментариях, бывали ли у вас такие случаи, как вы восстанавливались, как вы тренировались после этого. Есть ли у вас психологический страх после этого почувствовать что-то подобное. Потому что до этого у меня два раза было с левой стороны такое. Но на левой стороне у меня сильно нестабилен плечевой сустав, вы знаете. И частенько, когда я делал жим лежа с достаточно серьезным весом, у меня из-за нестабильности плечевого сустава, нестабильности лопатки, во время движения происходило смещение. И за счет этого были разрывы. Были такие надрывы серьезнее, чем в этот раз. Прям такой всплывал большой, огромный синяк, несмотря на то, что я использовал лед первые дни. Кстати, никогда не грейте, не мажьте ничем первые пять дней. Только лед, только холод. Запомните, это для любой травмы очень важно. Это будет сдерживать процессы воспаления. Ну что, друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что оставляете комментарии. Увидимся в тренажерном зале. Кстати, не пропустите, вышло видео у меня на канале, где я показываю свой зал, когда там был наплыв именно качков. Очень интересно. Посмотрите, называется «Путни» в американском зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok